Привет зритель! Я тут обещала еще может в начале недели поесть этого супчика. Суп пюре из тыквы на курином бульоне с зажаркой. Сейчас я гляну как там видно его, да? Вот он. И тут у меня салатик. Я его выступ и дала. Это и то. И ни то, ни другое пока еще не выкидывала на кукпета. Надо бы, потому что я и то, и другое. Вот это второй раз делаю. Это третий раз делаю, только тут с вариацией. И каждый раз вспоминаю, что туда фигачило. А что не фигачило. Это у меня как бы обед, но завтрак. Поэтому тут еще орешки будут. Тут еще молотые семена чая. И это все дает как бы такое, будто там мука такая. Ну, когда вот делают какой-то суп с такой, как зажарка с мукой. Он как бы жидкий, но такой частично густой. Но жидкий. Жидкий суп пюре. Меня тут зритель спрашивал насчет, верю ли я в Аллаха, который Бог. Ну, короче, верю ли я в Бога. Не вспомнила потом, что у меня вроде есть какой-то ролик насчет религии. И еще чего-то, еще чего-то. Потому что кто-то меня в шестнадцатом году спрашивал, я записывала, но я в упор не помню, о чем там ролик. Но на всякий случай скину потом в разделе сообщества ссылочку на него. Так вот, и всех религий, в принципе, мне из современных импонирует мусульманство, ислам. Но в Бога я не верю. Но будь я не немножко другая. Я бы, наверное, выбрала из всего вот этого. Иудаизм, христианство, со всеми его развлечениями. Буддизм, индуизм. Хотя индуизм можно отнести и синтаизм к тому, что называют языческой религией. Ну, к всевозможным миха-системам древности, которые внезапно выжили за столько-то лет. Я бы сделала предпочтение к исламу. Хотя в исламе тоже есть там всякие шииты, суниты. Но, к сожалению или к счастью, в Бога я не верую. При этом я как бы, ну, не то чтобы верую, поддерживаю течение, перерождение, реинкарнации. Вон, я не знаю, она в кадр-то не влезает. Я тебя потревожу немного. Реинкарнация кота-тишки. Я вчера, точнее сегодня ночью, когда готовила этот салатик, справа по борту, что-то ткнулась на видео какое-то на канале, снято еще на предыдущий телефон, который умер сам по себе. И смотрю, думаю, блин, двадцатый год. Думаю, Алиски вроде еще не было. А Алиска-Алиска, а тетишка вообще был. Не, я понимаю, что как-то бывает как-бы похожими. Вообще один в один или типа того. Но моя мама считала, что существует реинкарнация. Показывала мне в какой-то книжке человека, египтянина, который был как-бы один в один, как Пушкин. Не такой приукрашенный Пушкин, как его везде суют по большей части, а именно такой вот тот оригинальный Пушкин. А она фанатела по Пушкину. С другой стороны, если думать, что душа есть во всем живом, то есть поверье, что надо с растениями разговаривать. Если ты с растениями разговариваешь, то они лучше себя чувствуют и растут. С третьей стороны, или с какой-то там еще стороны. Растения не могут тебе ничего сказать, и соответственно они как-бы не чувствуют и не воспринимают. Но если ты с ними разговариваешь, они же лучше растут. Вот у меня на механке такая была тема. Я с Эссией возвращалась, я устал, что у меня определенный цветок в этот момент начинал цвести. И у меня такое грустное устроение, и скучное и грустное некому пенделя дать. И какой-то определенный цветок постоянно цвел в эти моменты, как бы радуя меня. Типа так глянешь на окно, а там цветок цветет. Хочется еще супа свомячить. Но я просто тут два дня не ела суп, дома смысла не обедала. Вчера не получилось, а позавчера обедала в гостях. И он у меня стоял на импровизированном холодильнике на балконе, там холодно сейчас. Вот сейчас было минус три, ночью было минус пять. Там еще осталось, еще кошка полюбила этот суп. Она даже его как бы ходит, мячит. Я ем, в тарелку заглядывает. Оставишь тарелку с чуть-чуть супом, смотришь, через пару минут тарелка чистая, мыть не надо. Оставишь мойку. Короче, она у меня этот суп я специально сейчас еще налила, но, правда, горячий еще был в мисочку. Так-то у меня еще есть хлебушек, но что-то я как-то и это, и это, без хлебушка. Сначала я закрыла, мне было холодно. Вот, что кажется, я вчера готовила, думаю, я положила сюда в первый раз, когда делала чеснок или нет. А я тут жую эту капустинку, и она по вкусу, как вот, немножко чесночком отдаёт. Нужно потом сюда чесночка добавить. Что у нас тут? Сырая тыква. Это вообще случилось совершенно случайно, спонтанный такой рецепт от меня самопал. Сырая тыква, сырая морковь. Редиска, соответственно, тоже сырая. Дайкон, туда же сырой. Сначала в измельчителе. Потом капуста зеленая, можно и белую. Потому что у нас есть качаны, недорослики такие, второй год уже. Это нормальная качана есть, недорослики. Потом лук паре, это уже шестое. Дальше кедровый орех, очищенный, соответственно. Потом я для семян конопли. В этот раз ещё кунжур добавила белый. Масло маковое и розовая соль. Один из компонентов. И он вкуснее становится, когда немного постоит. Ну, часа три-четыре, а так. Ну, в принципе, когда я свежу за молотый, тоже вкусный. А когда его ешь, то как-то вот незаметно можно вообще всю тарелку будет схомячить. Разнообразие такой вкусов. А, двенадцатая, ещё петрушка тут. Ну, и этот, двенадцатый, понятно, в смысле. Вот поешь там, допустим, супа, и хочется чего-то сладкого к чаю. А поешь ударять салат, и уже к чаю ничего не хочется. Сладкого. Седровых орехов тут две горсти. Прям такие большие. А я её в семян конопли, ну, может где-то столовой ложкой, чуть поменьше. А здесь салатом уже придвинулось. Но у меня что-то за это голова, да? Обдавиться надо. Ммм, тут орехи. Брясочки две штуки. нас там внезапно приперлась зима меня пару суток колбасила частично по одной причине частично потому что сначала вроде как снег был ставил потом раз приперся а потом совсем приперся я вчера когда жла на встречу с человеком за козьим молоком купить за 600 рублей 2 кг творога и две полторашки то бишь получается 3 литра молока то вышла тут так наметено прям такая зима-зима сегодня внезапно ко мне захотел человек в гости а потом что-то не случилось и то ли она не пройдет то ли придет позже то ли совсем не придет придет другой день если во всем есть душа человек состоит из клеток если так углубиться то есть организмы в одну клетку они мозгом кстати ну как бы считается что если мозги есть то душа есть да либо я что-то путаю если я что-то путаю в камеры-то дайте знать так вот у растений нет души потому что по дуке религии считается у растений нет души потому что у них нет мозгов и соответственно одноклеточных тоже нет души а в любом остальном если подумать по какой-то религии у растений есть душа если кто-то помирает то он если по буддизму он там проходит круги всякие а потом реинкарнирует если упростить задачу кто-то помирает у меня когда тишка помер он мне так явился по расцветке такой расцветки бывает только кошки в смысле женского пола кошки девочки как бы намеком не видно на той расцветке что он ботами на этой что он год кошкой переродится в корку я потому что я когда заведу кошку котенка он был кошкой а вот случилась риска и с одной стороны если по феншую то надо подгадать было два месяца за кошка времена ходит до такого-то умертишка и через 100 года дней нужно значит найти котенка который родился именно через два месяца после смерти кишки взять его уже месячным или трех месячным трех недель увидела что там что-то шевелится там кто-то мимо окна проперса так подумала четвертом то это же если кто-то мимо окна проперса четвертый этаж нулевой ну смысле дорога хрен увидишь один только на уровне глаз кто-то мимо окна проперса через там гаражу сарайки до голода так вот если считать что человек состоит из клеток и есть организм клеточное и что растение тоже имеет душу значит организмы клетки которые вот ну а организм состоящий из одной клетки он тоже имеет душу но в силу того что у него нет мозга он не может прийти свои эмоции в общем человек когда он рождается он как бы не может еще говорить да какие-то просто звуки телодвижения как бы пытаясь показать что он хочет если взять организм клетку то она по-своему тоже что-то пытается показать с другой стороны если все живое имеет душу а человеческий организм состоит допустим из клеток в одном организме овощ до хрена клеток и каждая клетка при этом имеет душу поток создания то если вот так подумать может отсюда думают мышцы подбирают когда человек которому свойственно только один характер выкведет себя по странному что-то проявляется какая-то и душу он много клеточного организма почему нет такая вот теория для дела спонтанно вообще при истине такую тему думала когда меня кто-нибудь спрашивал по поводу веры в Бога ну нет чтоб Бог создал человек я как-то со своей верующей в Иисуса подружки в легкой форме подспорила на эту тему она уверяла что физически законно ее Бог оправдывает при этом уверяла что на земле не было никого в том случае с Адамом и Евой ну и так далее но до того как появились человеки я верю в эволюцию еще были всякие земноводные динозавры кто-то выжил кто-то нет первородные растения которые местами папоротники всякие тут ошиваются еще в смысле современном мире кого-то съели кто-то так эволюционировал что уже начал есть сам когда случились человекопродобные обезьяны одним обезьяны стали развиваться а другие нет мутация и вот одна из обезьян мутировавших сидит перед вами а вы другие обезьяны смотрите на это и возможно же это тоже может поэтому мне нравятся обезьяны маленькие обезьянки похожи на новорожденных негритет или просто маленькие обезьянки похожи на маленьких негритет а маленькие негритеты они же человеки моей маме нравились негритета может потому что Пушкин был счастлив на негрит с рассветом на них и Какой-нибудь человек отдаёт бокам душу, по-моему, смысла, помиряет. Помиряет тут, пока параллельно рождается с другой вселенной. Мне, если я знаю об этом, либо узнаю потом, потом понимаю, к чему этот глюк был, какой-нибудь глюк является. У меня в одной компании, можно сказать, такой очень в прошлой жизни, у подружки был знакомый, у него было погоняло глюк. Вроде оно было связано с его фамилией, фамилию не помню, даже, наверное, не знаю. Ну, вот не знаю, залезают тут глюк-глюки. Так вот, мне пол-медитация такая может привидеться, что пролетела птичка, а потом узнаёшь, что человек лас склеил физически. Я думаю, что он, наверное, как бы со мной проезжается и говорит, что вот в следующем перерождении я буду птичкой. Хреново родиться, наверное, земляным червём в огороде, который копают и сажают в картошку. Ну, когда копаешь, ну, можно червя поранить. Хотя, может, ещё не настолько хреново. Хреново родиться котёнком-собачонком, козлёнком и так далее. Домашним животным, которые по умолчанию собираются отправить в проза. Я вчера беседовала с человеком. Потому что человек был. Я всё ждал и коз. Ну, домашний коз, когда животное родит что-то. И родит больше, чем ждали. И вот что-то остаётся, выкармливается и, возможно, потом пустится на мясо. И что-то сразу же пускается на мясо. Вот это самая хреновая реинкарнация. Я думаю, это люди, которые в своей прошлой жизни делали много плохого. Могут потом переродиться чем-то подобным. Ещё была какая-то за тема. У нас в школе такой ещё тест проводился. Я знаю, мамина подруга имени её. Ну, моей мамой было очень много подруг лет. И знакомых тоже лет. Я везла маму Лену, кого садить поперлась. Ну, как бы у меня вообще была мысля, что раз маму зовут Лена, значит, это равносильно. Мама равно Лена. Дедушка Ленин, дедушка Мамин. Тётя Лена, тётя мама. А просто одна такая тётя мама, конкретно-то была только одна тётя мама. Я так называла одну. Тётя мама. Мысли до сих пор раздаются. Так ещё было таких много тётя мам. Так вот, одна тётя мама увлекалась всякой астрологией, мистикой, хренистикой и так далее. Ну, то, чем, в принципе, увлекалась потом ещё и я. Мы в школе вот такой тест проводили. Мы вполне помню, как определяли, какая по счёту душа человеческое перерождение. Вот эта другая тётя мама, которая увлекалась этой хренистикой, составляла какой-то гороскоп на госкрысы. У меня госкрыса. У мамы вроде госбыка был. У меня среди госбыка, а я благодаря госкрыса. И ещё в прошлой своей реинкарнации человека я была библиотекарем у инков. Может быть, потому я и пошла на библиотечную. Ну, кто без хранителя? По моей системе людей существует творец, потребитель и хранитель. Творец, хранитель, потребитель. Творец может быть хранителем. Хранителем. А хранитель творцом нет. Хранитель может быть потребителем, а потребитель хранителем нет. Соответственно, потребитель не может быть творцом. Я творец. Можете считать, что у меня такое до хрена самомнение. Но если вы подумаете на эту тему, то поймёте, что действительно творец, я не смотрю других блогеров. Не, я когда-то смотрела, потому что вот я думала, что так надо, но я смотрела через силу. По обязаловке. А так мне глубоко насрать на других блогеров. Не пристали сказано, но вспомнила фразу бабушки. Чего срать? Лучше сраного набрать. Говорят, что какие-то народы сухим говном тупят печку. Или можно разжать костёр. У меня в голове просто слово «хизяк», но я не уверена, что это именно то. Потому что я иногда путаю одно и другое. Ну, как Астрахань, Архангельск, Краснодар, Краснояр. Оказалось, что одна моя подруга тоже так путает. Как раз так, с которой мы эту тему слегка спорили. на тему того, что сначала создались люди. Ну, как все вот эти Математические, физические законы. Абсолютные вселенные. Наверное, так, я верю в абсолют. Как хотите, так и понимаете. Я, наверное, ещё не допетлила до той мысли, как до того состояния, чтобы внятными словами бить, ничего такого абсолютного. Ну, я вас понимаю, что всё в мире двойственном. Если почитаете «Инферносфират» и сама себя пиарю, то, я думаю, поймёте. Потому что в некоторых мегасистемах было так. Одна часть мегасистемы считала, что луна – это хорошо, солнце – это зло. Одна часть мегасистемы считала, что наоборот. Солнце – это хорошо, а луна – это зло. И, соответственно, один бог многобожий в одной мегасистеме был хороший, аналогичный бог другой мегасистемы. Соответственно, был ещё плохой. Вообще, основные религии – это такая скользкая тела, выразит своё мнение, прибежит какая-нибудь раненая наглого существа и начнёт хейтить под каналом. Так, в 16-17 году у меня была одна зрительница. У неё на аватарке были какие-то цветочки. Так звали в упор, не помню. А у меня тогда была такая интернет-словечка «Сменить религию». Ну, чисто для примера принятия славы. В том самом плохом смысле сетевого интернета. Сетевого слава степаретника подцепленная. Я потом её заменила из-за таких любителей потроллить и развести срач в камендах на «Сменить религию». Была такая-то история. Мужик был одно вероисповедание, а потом сменил на другое вероисповедание. Как сменил, так что он заболел и капотокинул. Ну, вполне можно, что он болел, просто его смерть пришла на тот момент, когда он сменил религию. И в сетевом сленге есть такое выражение «принять другую веру». Тот самый «Ислам». Ислам мне очень нравится. У нас на каком-то курсе по какому-то околокультурно-научному предмету были такие темы, для курсовой. Ну, или что-то типа реферата или экзамена, хрен знает, материал. И я выбирала специально. Ну, там можно было выбрать что-то для себя. Многообразие. И мне повезло, я смогла выбрать Ислам. Ислам, культура, что-то еще в нем. Или отражение культуры в Исламе или как-то так. Для недавнего времени, т.е. до 2019 года, я была уверена, что в Абхазии тоже Ислам. Ну, вот православие. Аж с первого века. Ну, в смысле христианства. Православие-то вроде позже разделилось там на православие и католицизм. Просто их культура, которая откладывала отпечаток на это православие, их культура общения в современном мире и до этого, ассоциировала с чем-то они. Но оказалось, что в православии у меня был такой шок, что обходы эта христианская страна. Ну, и когда обвиняют людей, исповедующих мусульманством в какой-то странной дичьей ерести, обычно это делают верующие в Иисуса. Почему-то верующие Иисуса совершенно забывают, что в средние века они ходили, облачившись латы с крестами, убивали, насиловали и т.д. во время продвижения своей веры. Этот момент совершенно умалчивается. И в этот момент арабская или исламская испания, допустим, расцветала наукой, культурой, медициной. Как и в другой части нашей планеты, некоторые люди ходили толпами на войну, оправдывая свои убийства. Они не мылись и вообще вели какое-то непонятное ображение. У меня как-то в камендах закопались о моём вероисповедании. Я обычно говорю, надо цепить искандаризм. Я объясняю человеку. Из скобочков пишу «Верую в науку». Мне какая-то особо одарённая посчитала, что это шизофрения. Я думаю, блин, с точки зрения разумного человека, к любой религии современной можно, к любой религии, которая дожила до современности, нужно прицепить это самое заболевание. Когда верующий в определённую религию не будет закопаться. Мне кажется, это самая конфликтная религия у современного мира. Потому что неудеи. У нас был преподаватель, она с подругой, она при этом сосянка. Очень нравится, очень удивительный, крутой, дофигаумный мужик. Не знаю, как сейчас он на тот момент председатель иудейской общины Ярославской области, он никогда, ни при каких обстоятельствах, не вчухивал нам своё веровое исповедание. А что, типа, только в этом? А что, остальное, плохо? Те, кто громче всех орут, что вампиры и вся вот эта нечисть – это очень плохо, почему-то забывают момент основной сути своей религии. Не представляю, я сказала. Хотя, представляю, я говорила и другие словечки. Каннибалину. Кто понял, я надеюсь, понял. А кто не понял, ну, значит, вам оно и не надо. Когда я ставила социокультурный эксперимент по проникновению и выход из воды, из неё без особых проблем, в некую секту, на сведение от христианства. Ну, христианство и много-много этих. Их на тот момент очень сильно обвиняли в том, что они сугут деньги с людей, требуют взносы на постоянной основе, на добровольной при этом. Свой общак – это оборудование. Отнимают квартиры, недвижимость, движимость, вещи и т.д. и т.п. Я с ними общалась лично. Люди приходили ко мне в гости. Знаете, мои тестовые уроки, соответственно, проповедовали мне своё вероисповедание, они всегда к чаю приносили что-нибудь. Не в наглую, типа, я к тебе пришёл, ты меня должен накормить, напоить, спать, уложить, помыть, побрить и т.д. Денег дать, ходить и т.д. И вообще оплачивать всю мою жизнь. А ещё выслушивать, как я тебе на мозги капаю. Вот такие конкретные нормальные люди. Большая часть из них работала в сфере социального обслуживания. Очень добрые. Понимающие, адекватные, хорошие люди. В этот момент, что воск, они вымогают деньги. У меня родственники, не зная, что я провожу этот социо-культурный эксперимент, либо зная, но не верую в его успех, боялись, что мне промыть мозги. И я отдам последнюю рубашку себе, останусь голая, соответственно, голодная и всё туда. И будут промытыми мордами. При этом мне годами проповедовали основную религию. Попытки вымогать у меня деньги. И это не считалось какой-то такой темой, что это вымогательство. Нет, это не вымогательство. Только у них вымогательство, а у нас не вымогательство. Ну, я говорю, как же, столько раз говорю, там была, посещала мероприятие основной религии. Чисто для культурной, определенной культурной ценности лично для себя. Ещё где-то там общалась и пытались мне промыть мозги. Ну, как-то мне промыть мозги, это как бы нереально. В этом плане. Думаю, мне вообще промыть мозги нереально. Ну, может иногда казаться, что мне промыли мозги, но если вдруг промытие мозгов немножко отличается от того, что я хочу, всё творилось. С истериками. И пыганием меня какашками совместивали. В основной религии тоже всё как бы на добровольной основе. Надо что-то там прочитать. Денежку гони. Надо что-то там делать. Денежку гони. Надо прийти постоять. Денежку гони. Причём, если где-то оно на добровольной основе было. Ну, кстати, в Беларуси эта конфессия считается официальной. И я считаю, что в Беларуси, ну, не знаю, может изменилось с 16-го года что-то. Ну, такое отношение к религии я считаю нормальное. Можете каждый вправе веровать в то, что он хочет, если он при этом нарушает границы другого человека. Ну, чтобы свобода одного заканчивается сам, где начинается свобода другого. Я, наверное, это не осилю, а ставлю на ужин или на завтра. Видно там, да? Тут ещё половинка. Данный чай как раз заварился, я думаю. Хотя песнопения мне нравятся. Я когда была в Казани... Блин, Кул-Шариф, я вообще тащилась от Кул-Шарифа. Я хотела в Казани исключительно из-за Кул-Шарифа. Их мусульманская залифь, если тут они в курсе. Даже нарисовала её, потом мне человек один сказал, мне такое хочется. Я послала Пуча в Россию, а мне это конфеток дали. Короче... Так, чего у нас тут? Такой чёрный прям пулер. Я пересыпала заварки, что ли? Чего? Показалось запах грибов дважды. Время напреруть, поищу чашку. Финики у меня тут. Я купила на днях килограмм. И за первые полтора дня слопала большую часть. С пуэром. Так вот, спорили мы тогда с подружкой моей, верующей в Иисуса. То, что Бог создал всех, всё и так далее. И то, что он уже согласен даже с тем, что её Бог согласен с тем. Я не знаю, может сейчас в современном Иисусеанстве... Ну, христианство делится же много частей, я считаю, я называю Иисусеанством. В современном Иисусеанстве... Терепринимается уже такой момент или нет? Я так в танке. Я как-то с детства мне периодически в определённый момент на мозги капали Иисусеанство. Ну, не многие были. Несколько человек капали очень в таком сильном количестве. Особенно после ДТП, когда я сидела по 15 таблеток 3 раза в день за сутки от кучи этих всех. Чертно-мозговая, трещина височной кости, кровоизлияние, вывих двухшинных позвонков, трещина... Это сломанная, значит, левая лапка в локте, зрение упало. От долгого... Не долгое лежание, нам около 40 дней было, но всё равно долгое лежание без движения. Я ходила за ручку с бабушкой, сама особо двигаться не могла, и вообще вот это всё... Усилились всякие обмороки. И вот у меня была одна знакомая, училась в одном классе, но ей лучше по другому детству. И она падалась из меня из надеяла, потому что я падала в обморок. А иногда в церквях. Но я и до этого падала в обморок в церквях, или в музеях, или в церквях. Потому что ну там как-то так вот это. Особенно в помещениях, если оно частично под землёй, а я подвала боюсь. Особенно если помещение такое, как бы замкнутое, а у меня каустрофобия. И вот у меня уже такие очень сильно по мозгам ездили. Поэтому я как-то... Вот я думаю, может быть, если бы мне буддизмом по мозгам сильно ездили, иудаизмом, ещё какой-то религией. Индуизмом я бы, может, точно так же бы относилась. Но мне ездили по мозгам исключительно всевозможными разветвлениями иисусианства. Хотя и иудаизм можно тоже к иисусианству отнести. В каком-то плане иисусианствуя там ощущение от иудаизма. Так вот клетка состоит из молекул. Молекулы состоят из атомов. Молекулы атомы, они, по сути, без души же, да? И вот у меня подружка говорила, что её Бог вполне принимает существование того, что как бы создал неон, или точнее то, что он создал что-то, которое изначально состояло из молекул атомов. В тот момент, по-моему, она пыталась уверовать в меня, чтобы я уверовала в то, что верует она. Её иногда напрягало, что я периодически говорила «чёрт» вместо «блин», допустим. «Вот чёрт!» она может сказать было «во блин», а я говорила «вот чёрт». Я однажды не выдержала и сказала «я вообще-то верую в Иисуса», а ты тут говоришь «вот чёрт». Я думаю «ну, ты вообще-то периодически кабаешь на мозги тем, что ты веруешь в Иисуса, а я может не верую в Иисуса, это меня может тоже откреплять, да? Вот очень тонкая такая, интересная грань эта религия. Я в этом плане придерживаюсь кирохимиина. В плане любой человек может верить в любую религию. Любая религия по-своему красива. В этой религии всё равно есть какие-то святые, не святые, не знаю, в мусульманстве есть там такое же разделение святых, как в Иисусеанстве. И когда православие надвигалось на Россию и выгоняло это идолопоклонничество, доставляя своё идолопоклонничество, ну, смотрите, был какой-то столбик, назывался Дашбол, допустим, да? Скинь его в реку, это идолопоклонничество. Я просто вспомнила, как мы ехали в первый раз в Белоруссию, да ещё до этого в Эстонию, и нам местные экскурсоводы рассказывали, как туда приходила христианская вера. Пришли, всех богов скинули в реку, крестили, через пару недель свалили, люди вернулись своих богов, снова стали веровать то, что веровали, вернулись через пару лет, снова по-сновой. Повторяй. Крещение. Так вот, А если взять православие, я не знаю, в католицизме сейчас такое или нет, там же много всяких таких ответвений, вот и ранее и т.д. и т.п. Всё секта, которая в России считалась сектой, а Белоруссия считалась как отдельной христианской конфессией. У них не было такого, что вот каждому там, человеку, которого после смерти сделали следы, либо при жизни, нарисовали портрет, обозвали этой иконой. По сути, икона – это христианские портреты, людей, которые что-то привнесли в эту веру. Соответственно, обычно положительные. Но и не всегда положительные. Иногда никак вообще с этой верой не были связаны, натворили всякие пакости. Но в большом раз, чтобы оправдать какое-то действие, или срубить бабла, как сейчас можно сказать, все временным языком, стали частью гербака «Кулень города». Так вот, в той конфессии, которая в Белоруссии признается, допустим, конфессия в России, она куда… Ну ладно, сиди нахне. Главное – ничего не разборби. Так, тут лежит, не надо это тревать. Вот у меня… Ты же не ела это, не надо это есть. Шкурки, тыквы. Их можно срезать, посушить, измельчить, добавлять в виду будет суперфуд россиянский. Так, давай тогда ты идешь сюда. Я тебя даже поглажу. А не будет шумно сидеть, я тебя отправлю обратно на пол. Так вот, там не было такого, что надо было поклоняться, не было такого поклонничества, которое оправдывалось и называлось этого поклонничеством. По сути же, это одно и то же, если там где-то какой-то народ поклонялся какому-то столбику, на котором нарисован рисунок лица или еще чего-нибудь, или птичка какая-нибудь. Пришла другая Вера. Заменила этих столбиков на картинки с лицами, на портретике по образу и подобию. Немного непропорциональнее относительно обычных людей. Потому что есть те, кто гигантизмом болеют, или те, кто, как называется, карлики, да? Маленького роста. То, что большинство считается нормой, обычно. А то, что меньше с подклонением, как у меня молочные зубы, допустим. Так вот, по сути, это то же самое идолопоклонничество. То есть, считается, что домой это идолы, а тут очень много всяких цветых. И если такое, допустим, мусульманской религии, мне вот интересно, или нет? Ну, мне нравится песнопение. Мне очень нравится песнопение, когда мы были экскурсией в Казани в Кулшариф. При этом я даже частично в них участвовала в какой-то период своей жизни. Но при этом я не верю в никто не другой. Ну, если на то пошло, чтобы был мир во всем мире, я могу частично признать тот факт, что какая-то некая сущность, возможно, где-то есть. Почему бы и нет? Если она хочет быть, то пусть будет. Я про то, что если кто-то с пеной, то хочет уверять меня, что существует какой-то определенный бог. Трансцедентный, ферманентный, с множеством лиц, в них отсутствием имен, то пусть это бог будет. Я не против. Я не буду требовать доказательств его существования, но при этом не надо требовать от меня доказательств существования. атомов по пути. Ну, я думаю, это уже доказали. Почему-то вспоминается, как к сердцу, что ли, высек море. Или что он так высек? Я реку. Когда меня приятель спросил, что в нашем городе можно посмотреть, я вспомнила про то, как россияне высекли углический колокол. Или что они с ним дождают. Отрезали у него колокольное ушко. Чем не к сердцу, который высек море. Или кто он там был. Вообще, я очень раньше любила всю эту персидскую историю. От Кирахимии не дойду. Македонского и дальше. Но что-то забыла. Как звали чувака, который что-то высек водяное. Там уже была такая тема, что с одного берега на другой на буйной реке пытались построить мост. Но, видимо, архитекторы были хреновые на тот момент. Либо что-то не так делали, и мост стабильно сносило. И правитель одной страны решил разгневаться и решил, что вот, река такая плохая, надо тебя высечь. Если я тебя высеку, то ты сразу будешь хорошая. И дашь построить мост. Интересно, слышно какая-то дуринда мурлыча? Потому что когда облепиху разбирала, камера-то стояла слегка поближе. Было слышно. У меня тут карина кусочек, за которую я забрала со спиренных кустиков при дорожке в сады. Потом хотела еще раз туда прийти, потому что у меня тогда не было времени уже, не хватало немножко пакетика. И оно чуть повыше было. Сейчас пока не случилось. И большой еще пакетик. Вот это все надо разобрать бы. Я как-то вякнула, что если вам понравилось, кому-то там понравилось, разберу облепихи, словили мурашку. Потому что карину обозреть таким образом. Думаю, надо кусочек карины подстричь на камеру. А другую часть карины я разберу спокойно, без камеры. Сейчас надо сходить до магазина куриных яичек купить. Сиди ровно. А то ты как-то тут сидела, мурлыкала, фига своей башкой мне под подбородку. А еще башкой под чашку. И башку жалко ее на. Больно же об чашку шарахнуться. И чай у меня из чашки во все стороны фонтана. Хорошо был не горячий. Так вот, если ваша религия вам приносит удовлетворение, моральное, спокойствие и так далее, то пусть это приносит дальше. Я только за. Я ничего не проповедую. Никого не осуждаю. И если вы не мешаете своим вероисповеданиям другим, то это вообще отлично. Но если бы я была не я, или какая-нибудь другая я, я бы, наверное, выбрала ислам из современных религий. Чисто потому, что он красивый. Мне он нравится. Культура вот эта вся. Нет, там есть, конечно, минусы в каждой религии, они есть. И то, что там женщины занимаются исключительно, по большей части, за исключением, не будем брать исключения. Да, кстати, у меня была одна знакомая девочка из Чечни, чеченка. Она, соответственно, исповедовала ислам. И она, вроде как, ну такая, современная девочка была. Чеченка. 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 Так, только. Муж и так далее. Она в 9 классе, она закончила экстерном 10 и 11. И поступила в нафчех в Углича. И, по-моему, в 16 лет ей тогда была, и она как бы довольно умная была девочка. И не было у нее у него такого, чтоذا я сейчас поучусь, а потом приеду, мне perdut zam auditorium я буду сидеть только на кухне. У неё было такое, что она приедет, поступит ещё дальше в институт, построится на работу, выйдет замуж, и не будет только дома, но будет ещё и как современная женщина. Ну, а те, кому, допустим, хочется заниматься только детьми, и при этом муж их будет обеспечивать, выслали ему вообще, без всякого насилия и так далее, то почему бы нет? Среди Иисуса верующих тоже есть такие, которые, как бы, домохозяйки. Вот это можешь сажать, если хочешь. Там запечённые шкурки с каррием. Тыху я просто не делала и забыла про них. Я тебе даже папочку поставлю, тарелочку, если хочешь. А я туда сдвину. Эй, так ты уж определись, что ты хочешь. Кошка-бормозка. Она сцапала кусочек, может, на камеру было не видно, сцапала кусочек, один кусочек у неё было, она пришла изжать эти жареные, ну, запечённые шкурки в каррии и частичной массы вниз. Вон банк от кошки, может быть, слышно было, как она там хрустит. Так, наверное, всё. Я-то могу ведь ещё чашку выпить, и пакетик может даже дожать. Ну, это... У меня все мысли вышли. Надеюсь, я ответила на вопрос по поводу религии и бого. Надеюсь, никто не счёл это каким-то там супер негативным моментом. Но если вам захочется сказать какое-нибудь едкое словечко, показать тем самым своё нутро, милости просим, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, если вам это понравилось, а вы ещё не подписаны, нажмите на колокольчик, потому что YouTube это создал, этот колокольчик. Включите у себя уведомления на своём утюге, с которого вы это всё смотрите, чтобы вам приходило чтобы колокольчик срабатывал, и, соответственно, вам приходило уведомление о новом видео и так далее. Если вы подписаны, но не включили на колокольчик, или не нажали на колокольчик, то можете нажать на колокольчик. И да. Если вам нравятся мусбанги, вы хотели бы их видеть почаще, можете подписаться на меня на Boosty. Вот здесь будет такое... Сейчас я гляну, как оно будет выглядеть. В общем, в этой части, где там кастрюлька, чайник и так далее. Кстати, в кастрюльке как раз супчик. Притая будет облачко такое. Я вот так даже съезду за тут. Где там будут данные, типа, подпишись на меня на Boosty, если хочешь поддержать мой канал. Если тебе нравится ASMR 200 рублей в месяц, или мунбанги 300 рублей в месяц. Или ты при этом из России. Если ты не из России, ты можешь подписаться на платную подписку спонсорскую. Ссылка в инфобоксе. На YouTube там 6 разных вариаций на выбор. Если ты хочешь мне просто задонатить, ты не знаешь как, но не из России, либо религия запрещает юзать Сбербанковскую карту, ну, кидать на Сбербанковскую карту, то можешь на T-Donation Aggress задонатить, можешь через ВКП кинуть монетку, или на U-Money, который бывший Яндекс, или кинуть меня биткоином, и будешь первым кидателем. Ну, или можешь просто послать мне что-то до востребования, и я это разберу, за СМЛ-ю захаваю на камеру, или типа того. И, да, сейчас тут будет другое облашко. Я сейчас съеду так. Вот так съеду. Вот здесь вот. На фоне самопального крема. Да, кстати, если хочешь самопальный крем, и в твое место населения доходит почта России, то можешь по 100% предоплате заказать этот самопальный крем. Ссылка в инфобоксе. Если ты все еще ждешь АСМР и дожил до конца этого видео, то не жди АСМР, подпишись на Бусти. И будешь видеть это АСМР намного чаще. Так, ну и это. Всем спасибо за просмотр. И пока.